Ещё один уникальный объект появился на туристической карте Тверской области. В селе Медное Калининского района открылся музей художественного стекла. При этом его посетители смогут не только полюбоваться экспонатами. Вот такое стильное здание, выстроенное в духе североевропейской архитектуры, теперь украшает село Медное. В нём разместился музей художественного стекла. Это огромное событие не только для местных жителей, но и для Калининского района. Достойное продолжение развития территории при всех экономических трудностях в стране. Здесь у нас потихоньку происходит развитие, зажигаются какие-то яркие звёздочки. В торжественной церемонии открытия приняли участие многие известные политики и публичные персоны. Среди них председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательство областного парламента Олег Лебедев. В своей поздравительной речи он рассказал, что его семья тоже имеет прямое отношение к профессии стеклодува. Когда у меня отец ушёл из вооружённых сил, он работал сначала заместителем директора стекольного завода нашего, а потом начальником отдела кадров. Хотел бы пожелать, чтобы вот эта атмосфера неповторимая ваша, семейная, она всегда здесь присутствовала. И это вот, мне кажется, любой человек, который сюда заходит, он это чувствует. Семейная атмосфера – это потому, что основателем музея является потомственный художник по стеклу Антон Маршумов, продолжатель династии Ирина и Михаила Маршумовых. Именно их работы, созданные в разное время, и вошли в экспозицию. Причём в современном духе посетители смогут не только посмотреть экспонаты, но и попробовать что-нибудь изготовить. Все необходимые инструменты здесь имеются. В региональном Минтуризме, выделившем грант на создание музея, не сомневается, что желающих приехать сюда будет достаточно. Это и организованные экскурсионные туры автобусные, и, конечно, семейная история. То есть те, кто путешествует семьями по Государевой дороге, по другим маршрутам, я думаю, что он будет интересен. Аналогов в Тверской области нет. И я полагаю, что в ближайших регионах Центральной России. Как известно, Государева дорога является межрегиональным туристическим проектом. И теперь можно смело сказать, что на карте путешествия из Петербурга в Москву снова появилось село Медное.